Доброе время Несуга. Мы находимся сейчас в Гомеле, в батутном центре. Точнее, это центр семейного отдыха. Сейчас вам покажу. Это центр семейного отдыха, в общем, мистерия, по-моему, так называется. Батуты, их 10. Видите, сегодня выходной день, воскресенье, сегодня куча людей. Вот такая вот горка здесь съезжают на, как она называется, на этой, на ватрушке. Вот, видите, ребенок едет на канате такой. Оп, вон большие горки. Две и там три секции. Горки большие, но до тех горок, чтобы добраться, нужно прям целый квест пройти лабиринты. Он, видите, дети пролазят через сетки. Вот там узенькие такие проходики. Вот туда я залезала. Коля не рискнул. Ну, что, прикольно. Я несколько раз прокатилась на горках и на всех, и на этих, и на всех. Прикольно. Здесь есть кинозал. Это, ну, вот там, за горками, вот, дорожка, вот там и выход. Там есть снизу на первом этаже кафе. Мы кушали, покупали сырные палочки дети захотели. Какие-то чипсы Богдан покупал, треугольники. Кофе выпили. Не помню, коктейли молочные дети. Ну, то есть такое. Вот. В кинозале тоже куча людей. Ходят постоянно сеансы. Вот сейчас там крутят в прокате Чебурашка. Что-то еще не помню. Вот. Ну, что, сегодня очень много людей. Прям шумно-шумно. Человек на человеке. Но я думаю, если прийти в будний день, прикольно. Хотя сегодня тоже классно, но просто очень шумно. Очень много людей и человек на человеке. Вот батуты не были свободны никогда. И вот это вот все стоит очередь. А моя семья. Здесь можно поиграть в аэрофутбол. В аэро, как это, хоккей. Аэро-хоккей, вот. Они играли. Я вам снимала шорсы коротенькие. Я играла с супругом и с Богданом. А сейчас они играют в мини-футбол. Стоит шарик этот взять. То есть это бесплатная игра. Но, видимо, чтобы не терялся. Чтобы он никуда не пропал. Вот. В залог 10 рублей. Мы взяли и шарик. И вот эту шайбу. Отдали 20 рублей в залог. И вот мои ребята играют. У нас тоже же есть мистерия на входе. Мы были много раз, да? Мы вам снимали, тоже показывали. Вот. Но... Как это? У нас... Больше батута. Здесь, видите, здесь вот и горки есть какие-то, да? Но у нас более просторно. То есть здесь прям лабиринты-лабиринты. Вроде бы все есть. Но оно все одно на одном напичкан. Это я уже напрыгалась. У меня уже на голове какой-то... Целый сеноваль. Поняли? Вот. Ну, че, интересно достаточно время провести. Просто очень искусно. Я так не любитель. Ну, ну... Вот, видите, как все эти катаются. Ну, не только дети. С этих... Вот так. Мы еще планируем в магазин. Завтра Богдан уезжает в... Это... Гомель... Не в Гомель. Мы сейчас в Гомель. Завтра Богдан уезжает в... В Минск на сборы. Мы еще планируем зайти в магазин. Что-нибудь ему купить с собой. И поедем, перепустим. В другом месте здесь не очень. Мне понравилось. Вот. Заедем в Хитстоп. Покушаем. И уже поедем домой. Хотелось, конечно, чтобы... Ну, чтобы ехать домой, чтобы было не темно. Но походу будем ехать, будет темно. Ну, ничего. Как будет, так будет. Как поедем. В общем, у меня на голове Дом Совета. Ничего страшного. Ну что, кто побеждает? Сейчас, эти вот хоккей, этот или футбол, не очень жестковатый. Тяжело. Если класть мяч в центр, то не достают ни зеленое, ни оранжевое до мяча. Поняли? Не достают ни зеленое, ни оранжевое. И вообще, бывает такая ситуация, что ни один не достает до мяча. Так же быть не должно. Ну, в общем, бывает так. Поэтому подкручиваем, подталкиваем мяч. Вот так вот и играем. Но тут надо приловчиться, наловчиться. И тоже они немножко нерасхоженные. То ли, ну, тяжело вращаются эти футболисты на поле. Сложно вот это вот вращается штука. Ну, может, это у нас, мы же еще тут супер, суперфутболисты. Поэтому, может, у нас так оно сложно. Мы брали безлимит. У нас вон оранжевые браслетики брали безлимит. То есть мы можем целый день, можем даже уйти, вернуться назад. Ну, поняли, да? Ну, у нас, конечно, нет на это времени. Нам надо ехать домой. Вот. Ну, мы сколько уже здесь? Часа три находимся, да? Ну, поняли, что мы сказали. Если брать безлимит, то можно целый день. И выходить, и приходить снова. И так далее. У нас какой-то семейный, да? Да. Вот так. Если мы чли, мы в семье плана. Так что, вот так мы сегодня проводим. Мы просто Аделине. Аделине, я вам рассказывала, да, что у нее был день рождения. И мы обещали, что с возим она просила. Мы обещали, что с возим ее. И поэтому мы сюда приехали. Я нашла в Гональе. Тоже мистерий. У нас мы были. А здесь еще не были. Вот решились есть. Я посмотрела, почитала. Вроде интересно. Ну, просто я не ожидала, что будет сколько людей. Поняли? Ну, как бы ладно. Ничего страшного. Будем так. 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 Аделина где-то лазит, но ее даже не видим. Но там реально такие катакомбы. Там такие квесты нужно, чтобы на эти горки... Ну, вроде прикольно. С горки едешь. С горки очень высокие, да? И вроде бы очень интересно. С таким прям лук скатываешься с этой горки. Но туда, чтобы пробраться, я не знаю. Вот я еле пролазила. Как правильно сказать? Пролезала. Ну, в общем, не имеет значения. Как правильно? Вы поняли, что я рассказывала. Залезала, залезала. Я не знаю. А если у кого-то кто-то покрупнее меня, как туда залезть? Там прям вот два колесика. Между этими колесиками нужно как-то пролезть. Ну, не хочу сейчас туда лезть. Но вообще могла бы показать. И очень сложно. А Делина пролазит. Мы с Богданом пролазили. Муж не рискнул. Пролезать туда, потому что... Ну, мало ли. Рост высокий очень. И он, конечно, хрупнее нас всех. Чтобы не было в корс-мажорной ситуации, не опозориться. Вот моя девочка сделала себе аквагрим. Я вам говорила, что... Что она сделала, показывала, да? 15 рублей. Ну, она выбрала такой рисунок. Там много рисунков от 10 рублей до 30. Ты сказала, да? Да. До 30 рублей. Вот она выбрала вот такой. От 10 до 30. Да, от 10 до 30. Она выбрала такой. Я ей там предлагала. Там были эти... Как это называется? Леопарды различные. Даже плет в татушке были. Мы уже... Татушки различные, да. Но мы уже леопарды много раз делали, поэтому она захотела вот такой. Ставьте. Что? Вот такая моя девочка. Все, иди гуляем. Предложила Адель ехать домой. Говорю, давай поедем, потому что уже темно. Скоро будет. И нам еще ехать 2 часа до дома. Нет, говорит, ни в какую не хочет. Будем, значит, пока еще здесь. Успеем домой. Доль дома один тоже остался. Так что... Потерпить не можешь, что он сегодня только 2 раза поезжает. Ну, уже как будет, да? Ничего страшного. Здесь можно также делать фотографии. Вон, Солоку фотографирует. В общем, вам, наверное, не видно, но... Поверьте мне на слово. Мои играют... На аэрохоккей, кстати, побеждает Богдан в основном. А в футбол этот муж у нас, да, с чемпионом. Здесь вот написано, что шайба для аэрохоккея и... А я говорю уж, для чего? Ну, да, да, для аэрохоккея. И шарик для вот этого мини-футбола. Находится у администрации. Залог 10 рублей. Ну, залог, то есть, это отдали. И когда вы, то есть, вы даете денежку, вам выдают эти шарики. А когда вы, ну, то есть, вы поиграли-поиграли и, как бы, возвращаете вам денежку, вы шарики. Поняли, да? Вот. А люди читают, воспринимают, о, 10 рублей и уходят. Это вот у меня с майкой торчит вот эта ерунда. Это, короче. Поняли? И уходят. Ищут, ищут вначале здесь эти шарики, а потом уходят. Думают, что поиграть стоит 10 рублей, а оно не стоит. Просто в залог, чтобы ты, вдруг ты потеряешь этот шарик и, как бы, все. Так что вот так. Здесь темно, здесь плохое освещение. Здесь такой свет, что глаза устают, если... Вот мы играли в футбол, в этот вот, не футбол, а аэрохоккей. И тяжело для глаз, я устала. Тем более, он так быстро туда-сюда. У меня так даже глаза не работают, как оно там бегает. В общем, все. Время проводим вот так. Скоро будем собираться. Всем пока.